День юриста День юриста День юриста День юриста День юриста День юриста программу этой темы. Алексей был у нас в гостях. И новостей как-то не очень много приходит о вашей жизни, о вашей работе. Что с поселком, скажите, Алексей? Напомните, где он находится? В чем вы нуждаетесь? Или вы абсолютно автономной такой ячейкой? Ничего вам не нужно. Сейчас он нас просит, а вы в чем нуждаетесь? Мы в чем нуждаемся, хорошо скажем. Это тут не на одну передачу. Да. Ну, поселок находится в Слободском районе, около Скоковского пруда. Вкратце, эта идея... Извини, перебью просто звучит так хорошо. Скоковский пруд, да? Почти Сколковый. Да, почти. Вот. То есть, вкратце, идея — это создать некое удобное место для жизни, для семей, которые зарабатывают удаленным трудом. Сколько вы там? Лет пять уже? Больше? Ну, пять лет прошло с момента появления, так скажем, идеи. Вот. Ну, не с момента начала реализации непосредственно, когда начались какие-то первые реальные шаги, там, покупки земли. Заехали в чистое поле. Да, ровно так все и было. Вот. То есть, ну, сейчас у нас живет семь семей, проведены там все коммуникации, интернет, ну, водопровод, дорогу вот тут почти достроили недавно. Все, естественно, за свои делается, поэтому двигается не очень быстро. Вот. Ну, два дома сейчас еще достраиваются, и есть еще заявки. То есть, еще пара семей на подходе, да? Да. Откуда, напомните, вы, ваши коллеги, вы все из разных мест, да, приехали? Да, все из разных мест. Все из разных мест, в том числе, есть опыт проживания в столице работы. И вот вы, решив с этим совсем завязать, приехали сюда и поселились. Так, в чем сейчас работа программистов заключается, над чем-то? Каждый сидит у себя в домике и не поймет, что делает? Ну, смотрите, на самом деле, тут сложно, конечно, смешивать эти понятия. То есть, во-первых, работа у каждого программистская, она есть, ну, естественно, отдельно там ото всех. Вот. То есть, кто-то работает по найму, у кого-то свой небольшой бизнес, а кто-то занимается фрилансом. Вот. Работа именно по поселку сейчас, в чем заключается? Ну, сейчас зима, собственно говоря, поэтому у нас движения, естественно, несколько меньше. Вот. Ну, в целом... Стремление одно – выжить. Перезимовать. Да нет, тут как бы вопросы выжить, то уже не стоит, в принципе. Вот. Ну, там, из ближайших приоритетов у нас это все-таки доделывать дороги внутри поселка. Вот. То есть, мы доделали дорогу, которая к нам ведет, но там осталось последние метров 200. Не очень хорошо сделано. Дорога ведет от тракта непосредственно? Да, от асфальта. Вот. Сколько там метров? Километров? От поселка у нас около километра до асфальта. О! Ну, приличненько так надо потрудиться, да? Да. Да, конечно, это вот, в принципе, основной бюджет всего мероприятия есть. То есть, как ни странно, дорога самая дорогая вещь вообще в бюджете всего. То есть, даже там протащить туда широкополосный интернет, там, сделать водопроводки, это еще коммуникация. Дешевле стоит? Да, гораздо дешевле. Угу. Вот. Ну, вот такая примерно картина. Ясно. Значит, планы расширятся, строятся дома. Ну, и теперь переходим, видимо, к вашему проекту, да, под названием «Фабрика программистов». Что за идея, как она зарождалась, в чем ее суть? Угу. Ну, смотрите, появилась эта идея года три назад. Ну, вернее, не идея появилась, а начались первые шаги по ее реализации. То есть, я сам тоже разработчик, и... Так. Я сам тоже разработчик, и у меня, естественно, программистское образование, и тогда вот, когда я закончил эти пять лет в институте, я понял, что на самом деле программировать я не умею, и фактически у меня обучение началось вот после окончания пятого курса и получения диплома. Пять лет отучились, и только потом осознали, что... Да, все именно так. Все не о том. Все абсолютно не о том. Все не о том. Какой вуз вы заканчивали, напомните? Вятский государственный университет. Вот, достаточно программистскую специальность. Вот. И мне всегда после этого задавалось такой вопрос интересный, что я делал эти пять лет в институте, и как это на самом деле должно быть, то есть, за сколько времени действительно нужно потребоваться, чтобы человека мотивированного научить профессии веб-разработчика. Вот. Именно коммерчески востребованы ее части, чтобы он мог зарабатывать нормальные деньги. Вот. И три года назад решил провести этот эксперимент в местном лицее, который находится недалеко от поселка. Я, соответственно, подошел к директору и предложил ему провести бесплатный курс веб-разработки для школьников. Для школьников? Для школьников, да. Потому что мне казалось, что на самом деле школьной базы вполне достаточно для того, чтобы научиться разработке. Ну, как там развивались... Какой класс? Можно уточнить? Это, на ваш взгляд, уже готовые ребята слушают? Сейчас мы считаем, что с девятого класса можно двигаться. Вот. Вот тогда у нас было в основном десятый класс. То есть, где-то с шестнадцать лет примерно, да? Ну, пятнадцать. Созревают люди, да? Да, как-то так. Вот. То есть, на тот момент какие были результаты? На самом деле, этот вот курс закончило всего два человека из той большой толпы, которая пришла вначале, потому что все-таки вещь сложная, и там, по мере столкновений с сложностями люди отваливались. Домашние задания, соответственно, давали... Ну, оно в основном состоит из самостоятельной работы. Вот. То есть, научиться чему-то можно только самостоятельно, То есть, это не так, что тебя кто-то может научить. Вот. То есть, можно дать просто как бы путь, по которому нужно двигаться, и помогать, когда возникает затруднение. Вот. Ровно такая политика у нас обучения. Ну, тут, разумеется, как и во многих других вещах, без интереса, без действительно понимания того, что тебе это нужно, и может пригодиться. Вот осознание все этого тут, конечно, делать нечего. Без глубокой внутренней мотивации, это, к сожалению, не работает. Но те два человека, которые закончили, они меньше, чем через год начали зарабатывать деньги удаленным трудом, то есть, никуда не уезжая, деньги в районе 60 тысяч рублей в месяц. То есть, вы понимаете, примерно, какая разница получается. Где-то пять лет в институте, а потом не можем найти работу, а где-то сразу после школы, там, вот нормальные деньги. Так. Вот. Дальше... Это парни? Да. Молодые люди? Да. Не девушки, ну так, чтобы понимать. Нет, девочек среди них не было. Не было, только парни пришли к нам, да, поучиться? Да, пока парни, да. Дальше как-то история развивалась после этого. Подождите, а чем сейчас эти ребята занимаются? Они учатся параллельно где-то? Да, сейчас они учатся, но вот один из них, он стал членом нашей команды в итоге в фабрике. Фабрики программистов. Да, а второй, он уехал в Казань, он как бы выбрал в качестве учебы специальность архитектора почему-то, но он недавно летом приезжал, мы общались. Ну, творческая тоже специальность, конечно, в созидании. Да, несмотря на то, что он стал стать архитектором. Да, он работает программистом, даже будучи студентом. Сейчас получается, по сколько ребятам? 19 или 20? 20. 20 лет. Вы с ними поддерживаете, да, Контакт? Они вам подсказывают чувство признательности, что вы повстречались на их пути? Ну, так Денис работает с нами. С нами? Это Денис Малый, да? Да, все верно. Дальше после этого, ну, я еще не рассматривал эту вещь как некое основное направление деятельности, вот. И, ну, рассказывал, естественно, друзьям, пара друзей, они, услышав эту историю, они попросили их переучить, ну, помочь освоить эту профессию. То есть люди уже в возрасте там за 30, как бы с нормальным интеллектом, с нормальной мотивацией, но которые почему-то будут не устраивать. В возрасте за 30? Ну, не школьники, в смысле. Ну, не 16 все-таки, в два раза старше считают. Да, но которых не очень устраивает существующая профессия, и которые понимают, что они могут зарабатывать больше, и вот им нужно было помочь. Прямо с нуля? Да, с нуля. Они вообще никакого отношения, никаких навыков не имели? Да. Там, соответственно, был результат следующий. Ну, я примерно записал, там было, по-моему, 10 месяцев с момента, когда вот первый друг ко мне обратился, до момента, когда у него получилась первая зарплата на удаленке. Это было 80 тысяч на тот момент. Ну, сейчас у него уже гораздо больше. За один проект? Нет, не за один проект, а за месяц. За месяц. То есть он работает над проектом, и в месяц вот как раз такой ценник. Да, примерно так. Ну, это было, естественно, давно, то есть с тех пор у него, естественно, там карьерный рост, у него сейчас совсем уже не такие суммы. Больше в смысле? Да, конечно. И после этого показалось, что была бы хорошая идея сделать это доступным более широкому кругу, так скажем, построить за два какую-то систему. Поэтому этим летом... То есть тоже переключиться на взрослых именно людей, да? Да, ну и на взрослых, и на школьников, потому что система обучения-то в принципе ничем не отличается. Вот так мы это тогда видели. И поэтому мы в поселке сделали некую, ну, мы называем это лагерь. Ну, то есть, по сути, это лагерь в формате буткэмп, достаточно распространённый на заранее. В каком формате? Буткэмп. Ну, это когда люди приезжают в палатках пожить, ну, у них там решены все их бытовые проблемы, то есть, есть там туалет, привозят еду, как бы интернет и так далее. Ну, в общем, всё вот это решено, и они могут посвящать целое время только обучению. Вот. Ну, такой интенсив курс. Ну, это в тёплое время года, соответственно. Да, естественно, только в тёплое время года. Я же представил сейчас вот в палаточках, да. Да. У нас нет финансов, к сожалению, пока на постройку круглогодичного здания для того, чтобы это работало всё время, но мы решаем постепенно этот вопрос. И этим летом вот у нас было около 50 студентов из разных регионов страны, там кто-то из Казахстана даже приезжал. Было несколько, соответственно, иностранных работодателей, которые прослышали про этот проект и приезжали познакомиться с будущими разработчиками с одним из нас. То есть, сразу уже и работодатели появляются, да? Да. Очная ставка такая. Ну, да. Между работниками и работодателями. Алексей, хочется задать ещё вопрос перед тем, как мы на рекламу уйдём. Всё-таки не могу понять, что вами движет, занимаясь этим? Вы хотите научить людей зарабатывать, вы хотите научить людей найти себя, действительно, чтобы они были заняты делом, которое им нравится, которое умеют и так далее. Вы тем самым сами реализуетесь, свои какие-то амбиции, что вы можете обучить. Или это процесс про проектиста коммерческой, вы зарабатываете на этом? Ну, естественно, на взрослых мы зарабатываем, вот. То есть, наш онлайн-курс идёт, и он движется, но в целом на школьниках, естественно, нет. То есть, мы сейчас вот с недавнего времени шли сделать этот проект полностью бесплатный до школьников и учителей информатики. Что движет? Мною движет картинка, которую я вижу. Вот, ну, вы понимаете, что мы живём в стране, где довольно много проблем, в принципе. И я считаю, что... Бесспорно. Я считаю, что большей частью этих проблем, их первопричиной, в конце концов, является бедность. То есть, люди в средней своей массе, у них недостаточно денег, чтобы зарабатывать. От этого... Чтобы решить свои проблемы. Да. От этого, соответственно, там страдает бизнес. От того, что страдает и не развивается бизнес, ну, от низкой платежеспособности платится меньше налогов, страдает социалка. Страна в целом страдает. Да, то есть, всё так происходит. Я понимаю, вот, посмотрите на эту картинку вот так. Представьте себе, что если в каждом удалённом сельском поселении где-нибудь будет в год появляться, ну, пусть там один или два-три талантливых разработчика, которые, ну, спустя там год, получается, вот в какой-то практике начинают зарабатывать суммы в районах, которые я обозначил, да, то есть там, ну, рост до 100 тысяч, он там, в принципе, за два года происходит при правильном подходе. Вот. И это происходит постоянно. Вот. Ну, вы понимаете, какие сейчас в сельской местности, даже в том же Слободском, в принципе, средние зарплаты. И вот эта картинка, я понимаю, как в стране всё может измениться, если эта система заработает на полную, в принципе, вот в каждом сельском поселении будет появляться несколько человек, которые зарабатывают вот такие деньги. Я считаю, что... Ну, зарабатывают официально, то есть, и платят с них налоги, да? Да, зарабатывают, естественно, и официально, и платят с них налоги, и тянут бизнес, который в округ, что у них возникает... И формируют бюджетную муниципалитетную. Да, в том числе, да. Слушайте, да. Ну, во-первых, платят налоги, а во-вторых, эти деньги они там же и тратят, собственно говоря. Какая уникальная идея, какая уникальная цель. Ну, цель, да, уникальная. Я же даже не могу каких-то аналогов найти вот так из памяти, чтобы что-то припомнить. Нет, ну, у нас аналог был простой, что просто поселять, привозить откуда-то извне, поселять в сельские поселения богатых людей, чтобы они платили налоги. Но это не сослось. А, ну, в принципе, о том же говорит наши власти, говорят, да, создавать рабочие места, создавать там производства. Нет, там в своё время, помнишь, была тема такая, что просто брать богатых людей, регистрировать их у нас на территории, чтобы они платили налоги, всё, то есть брать готовенькое. А здесь, по идее, я такая, самим выращиваю. Просто для меня сейчас открытие. Не обязательно создавать в сельском местности рабочие места, но фермы открывать, земледелем заниматься. В наше время, когда работать можно в удалёнке, вся эта тема идёт в удалёнке, зачем? Широкополосный канал, доступ в интернет, пожалуйста, человека обучить, чтобы он делал действительно качественные вещи мирового уровня, и пожалуйста. Да, в принципе, вот из-за этого, то есть мы понимаем, что если бы мы двигались именно коммерческим путём, то есть вот таким вот образом мы бы не смогли... Зарабатывали, да, на этом бы? Да, мы бы не смогли себе позволить просто нормальную скорость движения, то есть это было бы медленно, и не все люди могли бы себе это позволить, особенно школьники из глубинки. Поэтому мы решили сделать это для школьников бесплатно и построить вот эту вот систему, которая делала бы это массово. Хорошо, что именно придумали для школьников, что придумали для учителей информатики, мы уже после небольшой паузы будем говорить. Продолжаем наш разговор. Алексей Конышев, основатель посёлка программистов в нашем регионе, Артём Зырянов, член команды «Фабрика программистов». Ну, чтобы у нас не было такого с одним диалогом с Алексеем, давайте Артёма всё-таки подключим тоже. Артём, расскажите про свой путь, про свой опыт. Как вы попали в эту фабрику? Да, спасибо. Ну, вообще, я бы назвал себя гуманитарием, но всегда хотел... Ну, в смысле, назвал бы это... Какие-то основания для этого есть? Подтвердить, что за образование... Да, отсутствие способностей программировать, например. А, ну, отсутствие способностей, это уже значит гуманитарий, да? Да, да. А гуманитарий, мы с тобой тоже гуманитарий. Это ироничное определение. А гуманитарий что? Литература, русский язык? Я историк по специальности. Аналогичные коллеги, вы с Владимиром коллеги. Ну, я всегда хотел бы попасть в IT-сферу, отчасти из-за того, что... Понятно, это финансовый вопрос, отчасти из-за того, что это сфера, которая меняет мир на сегодняшний момент. И я приехал в школу к Алексееву, этим летом пожил в лагере, получилось... Я бы пока не назвал себя программистом, абсолютно нет, но в проекте я стараюсь отвечать за человечность. Вы кировчанин, простите? Нет, я родился в Мордовии, в Саранске, а последние 7 лет в Москве я жил. Так, а закончили-то где гуманитарное образование получили? В Мордовии и в высшей школе экономики. А в Кирове как оказались? Приехал... А, услышали, собственно, там про поселок программистов. Вот, какие интересные перипетии, да. Я вдохновился проектом и решил, что... В проекте вы отвечаете за что я не расслышал? Я бы назвал это то, что я отвечаю за человечность. Завестите по человечности. Я смотрю на то, как наши пользователи взаимодействуют с курсом и пытаюсь найти какие-то узкие места, пытаюсь найти их проблемы. И, соответственно, их донести Алексею, донести Денису, чтобы они могли... Проблема связана именно с тем? Да, например, что это? Ну, например, что люди в каком-то конкурентном месте затыкаются, потому что не могут, условно, найти, куда ввести почту. То есть даже простые такие вещи, связанные с интерфейсом. А, так. Не могут отправить почту. Есть и такие еще? Есть и такие, да. И это наша проблема. Это не их проблема. Это не проблема их недостаточного интеллекта. Это проблема в том, что мы недостаточно правильно сделали интерфейс. Так. Ну и плюс я... И то есть таким образом как бы корректируется, да? Да, да. Корректировка происходит. Вот за счет заместителя по-человечности все-таки интересно звучит там. Я-то думал, что вы скорее какие-то психологические проблемы решаете. Потому что, ну, по-человечность как-то... Психологический... Гуманизм. Гуманизм, чем мальчики в детстве занимались. Простите. Да. Ну, в принципе, я писал. Вы сказали. У вас уже было занятие, да? Первого декабря. Вот мы читаем у нас в материалах. Что это было? Я понял, так что было... Встреча сюда, Алексей, да? Да. Ну, смотрите. У нас в целом, как эта идея заключается? То есть как мы можем дотянуться до школьников? Мы понимаем, что школьников в России миллионы. Если мы всех их будем обучать, мы просто не потянем. Вот. Поэтому мы решили действовать через учителей информатики. Вот такая вот система. То есть сейчас вот в Слободском районе... Их вообще много у нас учителей информатики? Ну, в каждой школе есть один-два. Ну, один-то точно есть. Точно есть. На школе есть один. Обязательно. Да, обязательно предмет. Я просто дитё восьмидесятых, учившийся в девяностых. Нет, ну, моё-то дитё в школе учится. Я живого учителя информатики не видел никогда просто. То есть идея заключается в том, чтобы научить вот этих учителей информатики, то есть прогнать их по нашему курсу, для того, чтобы они поняли, как устроена современная веб-разработка. Нужно понимать, что современная система образования, она не предполагает, что у них есть такие знания. То есть они учат совершенно другие технологии, которые есть в программе. Которые не имеют никакой общей крайности. Я понимаю, вот в курсе информатики там всё больше общее что-то такое. В общем рассказывают, что может быть, что может там достичь. Там рассказывают общие вещи и устаревшие технологии, под которых почему-то мистерство обрабатывает. Ну, соответственно, потому что педагоги информатики, они заканчивают такие же вузы, как и вы, собственно говоря. Устаревшие, не устаревшие, базой-то можно это назвать? Нет. Нет? И это даже базовыми какими-то знаниями не является? А основы для каких-то более мощных вещей современных? Слушайте, сложный, конечно, вопрос. Но на мой взгляд, конечно, это немножко легче учить учителей информатики, чем у людей с нуля. Потому что у них всё-таки есть важная вещь. У них есть интеллект и технический склад мышления. Примерно на одном языке они говорят. Да, знания, они вряд ли помогают. То есть вот именно наличие знаний. То есть я, соответственно, сравниваю, учители информатики тоже движутся сейчас просто с ребятами, которые были очень сильно мотивированы, но у которых не было, скажем, знаний. То есть технический склад мышления влияет, мотивация влияет и уровень интеллекта влияет, а знания не влияют. Примерно такая картина. На успешность, в смысле, и на эффективность движения, и на успешность в своей профессии. Возвращаясь к тому, в каком формате мы это делаем и что было в субботу. То есть мы пригласили несколько учителей информатики заниматься по нашему курсу. То есть они, естественно, делают онлайн сами задания. Давайте поговорим, куда пригласили. В Слободской колледж, ПЭТ-колледж, да? Не совсем. Мы пригласили в нашу систему в первую очередь. То есть они двигаются, в принципе, через интернет. Они обучаются онлайн в нашей системе. Они выполняют задания, мы их проверяем. У них возникают вопросы. Вот это самое сложное место, потому что ты делаешь все, как в документации написано, но у тебя не работает. Что за ресурсы? Поясните, что кто-то заинтересуется. Фабрика программистов. Фабрика программистов. Да, coderfactory.ru. В гугле прям забивать и можно найти. Да, coderfactory.ru – это адрес. И у них возникают, соответственно, вопросы. И раз в неделю мы приходим в этот Слободской колледж и там мы на эти вопросы отвечаем. То есть очная такая фаза возникает? Да, это очная фаза, которая... А сами педагоги, они все из Слободского? Да. Все из Слободского, да? То есть такие районированные такой получается варианты. Сколько их? Ну, у нас, на самом деле, второе занятие было вот в эту субботу. На первое пришло 4 человека, на втором было уже 6 или 7, кажется. Ну, то есть это показательное количество растет. Но это оптимистично, потому что когда мы со школьниками занимались, там количество падало, а здесь оно растет. А что это за люди, учителя информатики в настоящее время? Они молодые достаточно еще. Ну, там очень разный возраст. То есть там есть ребята, которые буквально 2 или 3 года после института. И есть один вот мужчина, ему там лет, ну, 50-60. 60, да? Но он крайне успешный. Он что, переквалифицированный какой-то, потому что раньше ведь не готовили педагогов по этой специальности? Боюсь, что у нас такой информации нет. Нет, да? Ну, это не особо и важно. Суть в том, что вот ему 60, и он движется крайне успешно. То есть у человека прямо есть вот такая мотивация и понимание того, к чему он может прийти. Быстрее некоторых, как бы потом моложе, соответственно. Вот. Ну, вот так это и происходит, и мы хотим, в принципе, то есть учителя информатики сейчас у нас еще, наверное, недели-две вот таким образом позанимаются. Они дойдут до определенной стадии, когда они понимают, вот как устроена современная веб-разработка, по крайней мере, до того уровня, чтобы можно было помогать школьникам в аналогичном формате, то есть также отвечать на вопросы. После этого каждый в своей школе запускает вот это же мероприятие, то есть, ну, сообщает нам, какие школьники присоединились к системе, мы выдаем им доступ, они занимаются, а он проверяет их задания, и он раз в неделю... Вот опять там же, на том же ресурсе. Да, ровно той же системе, просто даем им права ментора, и он как вот этим занимается. Проверяет задания, и раз в неделю отвечает, получается, на их вопросы точно так же очно. Так мы рассчитываем, что вот мы все учили информатики, которых учим, они будут в итоге обучать школьников, то есть вот эта система, она так запустится. А педагогам вы какую мотивацию даете? Или тут уже об этом речи не идет, потому что они уже пришли, они уже все с вами? То есть априори они должны понимать важность того, чем они занимаются? В принципе, да, то есть, ну, на самом деле это естественная мотивация, то есть в основном педагоги, они все-таки пришли для того, чтобы учить детей чему-то современному. Они большинство тоже страдают и видят ведь, потому что те вещи, которых их заставляют учить по программе, они не имеют никакого отношения к реальности. Многим эту ситуацию хочется изменить. Ну, как педагог может изменить требования программы? Он же должен, обязан делать... Он обязан делать эту программу, но он может в дополнение к ней... То есть как бы это уже внеурочное время получается, да? Лично на личном энтузиазме, что называется. На личном энтузиазме внеурочное время с энтузиастами, опять же, среди школьников. Ну, да. То есть тут очень много должно совпасть вещей. Да. Да, это так. Какая-то сверхгуманная какая-то задача. Ну, смотрите, ведь с нашей точки зрения, вот с точки зрения, если учителей посмотреть, для них это просто возможность получить вот эти вот знания в короткий период и бесплатно. То есть я считаю, что... С точки зрения педагога, то есть он эти знания получит, он, в принципе, и сам может школу покинуть и заняться нормальной дисциплиной работой и зарабатывать хорошие бабки, да? Да, и у нас такие, на самом деле, вопросы были, что будет, если эти учителя информатики все научатся и уйдут из школ, как бы не несет ли это в пункт. Вот я, кстати, вижу самый близкий для них путь, на самом деле. Просто я сейчас поймал себе на мысли, мы как-то говорим, да, вот человек обучился, начал зарабатывать хорошие деньги. Это вообще что-то бездонный рынок? То есть сколько бы ни было специалистов, каждый из них найдет себе дело. Это так. Да? Это действительно так? Это действительно так. Смотрите, этот рынок, ну, тоже один из вопросов, которые задают, а что если так массово все научатся для разработки, там снизится зарплаты. Все 8 миллиардов на земле. На самом деле, ну, давайте, самый простой пример, это вот то, что происходило, скажем, с мобильными телефонами. То есть вот смартфонов, ну, лет 10-15 назад их не было. Вот, то есть чтобы появились смартфоны, надо понимать, что это технологически крайне сложная вещь. То есть это совокупный труд тысяч разработчиков в течение длительного времени. То есть если смотреть с точки зрения там какого-то ограниченного рынка, то вот, ну, столько людей трудилось на этом рынке, значит, они должны были его уменьшать. Но когда они это сделали, появился совершенно новый рынок, рынок мобильных приложений, вот, который создал огромное количество мест для бизнеса, для вакансий, там, для капитализации. И рынок... И рынок растет, и так происходит. Далеко еще не уперся он, да. Рынок далеко еще не уперся, так происходит. И дело в том, что все это явление, оно повторяется. То есть там, опять же, изобретение блокчейна и всех вот этих вот технологий, оно, опять же, породило огромное, ну, как бы, количество новых стартапов и новых вакансий. Вот, и так, в принципе, будет продолжаться до тех пор, пока человечество, ну, вот, таким образом, не автоматизирует все рутинные процессы. Я думаю, что при нашей жизни этого мы не увидим. Поэтому можно считать, так, ну, с некоторыми ограничениями, что это рынок бесконечный. Я очень бы хотел, чтобы наши ребята, способные, да, заняли достойное место в этой сфере. Так, у нас подошло время рекламы, после чего у нас еще будет 12 минут на разговор. Напоминаем, что у нас в гостях Алексей Конышев, основатель поселка программистов в нашем регионе, Артем Зырянов, член команды «Фабрика программистов». Ну, собственно, об этом проекте мы сегодня и ведем речь. Реклама. Ну что, продолжаем разговор такой увлекательный, да, в том числе вот об этом безграничном рынке для веб-разработчиков. У нас в гостях Алексей Конышев, основатель поселка программистов Кировской области, Артем Зырянов, член команды «Фабрика программистов». У меня вот пока мы говорили, вопрос такой возник. А вот к этому вот, к вашему проекту, да, с которым сейчас пока вы занимаетесь в Слободском, а вот, скажем, кировские педагоги могут присоединиться? Или из других районных центров наших регионов, из других областей, краев. Необязательно, Слободские, да, как бы нырнуть в этот проект, у них есть такая возможность? Ну, в принципе, мы сейчас это делаем, то есть мы хотим обкатать это именно в Слободском районе, то есть сделать так, чтобы эта система работала, посмотреть на нее какие там слабые, какие сильные места, что можно улучшить, а после этого, естественно, масштабироваться, то есть предложить решение всем, кто хочет. Вот, то есть наша цель сделать, чтобы это было доступно во всей стране. Что сейчас с собой, давайте еще раз проговорим, представляет вот фабрика программистов? Сколько вас, сколько коллег? У нас три человека в команде. Три человека. Вы, Артем. И Денис. И Денис еще раз, да? И Денис Малут, да. Денис Малут, выпускник Слободского лицея. Как раз мне понравилась эта информация, которая проскочила, что один из его, так сказать, скажем так, студентов, да, это его бывший педагог, это правда? Это правда. Да? Да. То есть он уже через год после вас уже начал учить тех, кто учил его. Ну, не через год, а через два. Через два, да? Да. С момента окончания пошло два с чем-то года. Давайте сейчас поговорим по этапам, которые в ближайшее время будут. Пока такая работа, да, с учителями. Две недели, да, вы сказали, еще остается. Да, потому что через две недели, соответственно, первые вот школьники, они будут в Слободском районе, соответственно, они будут заниматься на неких дополнительных уроках, добровольных, естественно, с вот этими учителями, которые прошли этот курс. Массово значимым критерием для вас является? Да, конечно. Там придут один-два, но это вроде как маловато. На какое число бы вам хотелось рассчитывать? На самом деле, ну, рассчитывать на какое-то число, наверное, неправильно, потому что это же фактор, который зависит не от нас. То есть зачем рассчитывать на число, которое там совсем... Ну, насильно-то ведь никто гнать не будет. Да, да. То есть это все равно как рассчитывать на то, что завтра будет, например, такая-то погода. То есть мы стараемся сделать это популярным. Ну, то есть наша задача... Ну, у вас определенный прогноз-то есть, ведь сколько людей будет вовлечено в это? Нет. Ну, не прогнозируете в это, да? Нет, абсолютно. Вот, я уже просто занялся... Вы уже работаете со школьниками примерно, представляете, какой, условно говоря, процент ребят этим интересуется, замотивирован этим заниматься? Ну, вот смотрите, как можно сказать. Вот я сказал, что два человека только закончило тот курс, но это на самом деле не совсем так, потому что, ну, просто это был момент, когда закончилось, началось лето, да, и мы там приостановили эту штуку. На тот момент занималось четыре человека. То есть получается, это просто вот одна школа, в ней там, ну, без всякого какого-то промо, там, надо понимать, что это было еще не очень известно, и так просто, кто знает, мы не пушили именно вот это вот предложение. Вот. Четыре человека нашлось, которые были бы готовы вот в таком формате заниматься. Это просто там абстрактно взятая школа. То есть, ну, можно взять вот это вот число как за некое среднее там возможности. То есть, на четыре человека, наверное, к каждому учителю они будут ходить. Вот. Вы на это надеетесь? Ну, нет. Ну, это опять же говорю. Это единственная цифра, которая есть, как бы, да, из данных. То есть, выдумывать цифры из головы смысла нет, а если вот эти данные... Так как опыта еще большого нет, им нельзя какими-то оперировать данными, поэтому... Слушайте, а пришлось ли согласовывать свои действия, свои планы с официальными ведомствами? Все-таки образовательное ведомство, они довольно-таки по стандартам работают. Образование на местах и так далее. Дергайте учителей информатики, как так, что это, чему вы там будете их учить, к чему призывать. Ну, да, естественно, мы согласовываем все эти мероприятия с руководителями учебных заведений. Как это происходит? Ну, мы, на самом деле, после первого курса, ну, вот, первого того курса, как вот этой разработки, сложились какие-то отношения, мы просто звоним, предлагаем вот такую вот вещь, и, естественно, все идут навстречу. То есть, это на уровне просто директоров школы идет, да, у вас общение? Ну, там, в последнее время у них некий формализм как бы появился, то есть, нас заставили заключить какие-то договора, но договора они там, ну, ни о чем, ну, просто, чтобы были, да, Ну, рамочное какое-то соглашение, да, что мы с вами знакомы, все в порядке, мы взаимодействуем и так далее. Вот уже отклик идет, я так понимаю, это вопрос от слушателя. Андрей, папа девятиклассницы, спрашивает, есть ли экскурсии для детишек в поселок программистов, чтобы классом можно было приехать. Для профориентации старших школьников мы уже ходим по разным предприятиям, смотрим, что и как. О, отличный вопрос. Можно в поселок программистов приехать, чтобы посмотреть все своими глазами? Да, смотреть, приехать-то можно, но тут есть некоторый один нюанс, то есть, к сожалению, вот многие медиа, в том числе, воспринимают поселок как некий выставочный центр или как некие экспонаты, да? Нет, мы себе не представляем. Люди живут, работают. Нет, иногда это бывает, да, но иногда вот такое восприятие бывает странно. То есть, как вы себе представляете, там снаружи поселок программистов выглядит как дома, вот. Ну, как поселение. Да, на что там, в принципе, как бы можно смотреть. Там все происходит внутри домов. Да, все происходит внутри домов. Вот насчет экскурсий, ну, пообщаться, конечно, там всегда можно. А дома, это просто жилые дома, там люди просто живут, это семья, семья живет, да? Да, в принципе. Это тоже не совсем место для экскурсий, скажем так. Да, то есть, получается, сложно представить, как что может быть экскурсия, там, смотрите, вот тут живут люди, давайте посмотрим, как они едят. Ну, я предлагаю тогда сориентировать уже на лето, летом все равно ведь вы будете как-то, да? Если будете проводить этот лагерь, да, это лагерь устраивать. Да, у нас летом будет этот лагерь, в принципе, функционировать. Там вот, конечно, гораздо интереснее все, потому что там, ну, там есть спортплощадка, там теннисные столы, как бы, и так далее, там шашлыки, косты. Есть какие-то лагеря, которые могут рассказать просто тем, кто приедет, что они делают, чему они учатся. Да, у нас какие-то ивенты определенные происходят, то есть те же иностранцы, которые сюда приезжали, один из них там профессор, например, был из Швейцарского университета по MBA, и он там устраивал достаточно интересные лекции. Мастер of Business Administration, ну, что-то типа экономики в нашем, в нашей терминологии. Да, ну да. Вот, ну, если, особенно, если кто понимает английский, то вот можно было бы присоединяться к таким вещам, но мы их обычно анонсируем там в соцсетях и приглашаем. В соцсетях вас можно найти, поселок программистов, все легко находится. Лагеря летом по срокам, в каком месяце, какие даты пока еще не определено? Да, пока еще не определено, мы стараемся где-то со второй половины июня делать, когда уже так погода более не стремится. Июня. Ну, у нас обычно конец мая, конец мая, первое. То есть он июня месяца практически, да? Да. Ну, в этом году было с 25 июня по где-то, ну... Ну, это лето-то было удачное, там палатка самая то было жить. Ну, как сказать, было там две недели в середине августа, которые были вообще достаточно такие холодные. Если этот проект «Фабрика программистов», проект по обучению учителей информатики пойдет, и вы будете видеть и понимать действительно положительный эффект, как дальше будет проект развиваться? Какие-то новые горизонты, еще новые направления, что в планах? Безусловно, ведь это обдумывали. Да, безусловно, это обдумывали. Но смотрите, тут они могут прозвучать слишком глобально, эти планы. Это ваша голова, это ваши мысли, вы имеете полное право их высказывать. Ну, смотрите, то есть наша первая задача просто это вот сделать так, чтобы работала система по подготовке школьников. Почему назвали «Фабрика программистов», мы хотели сделать это массовым. То есть мы понимаем, что эти разработчики, которых мы выпускаем, это, понятно, не какой-то высокий уровень, это квалификация, которая называется джуниор, или даже предджуниор. Да, новичок, которого не очень большая зарплата, и которому расти, и расти, и расти. Но он уже встал на эту дорожку, он уже получает первые деньги, и он развивается. Ну, то есть он уже может зарабатывать. Да, он уже может зарабатывать. Вот. Это как бы первый шаг, то есть построить эту систему, чтобы она работала, и довести ее до какого-то состояния эффективности. После этого мы бы хотели двигаться экстритриально, так скажем. То есть надо понимать, что есть… Накрывать собой большие площади. Надо понимать, что мы живем в современном мире, в России в этом плане еще все более-менее хорошо, да, по сравнению с некоторыми странами, которые где-то еще происходят. То есть если, например, взять Африку или какие-то еще места, то там, ну, там же люди, особенно дети, они живут вообще в условиях, которые нами не снились. Условия, в смысле, плохие. Да, плохие. Воды нет, еды нет. Да, то есть там нет воды, канализация, там постоянная проблема, 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 и некая полная бесперспективность. Надо понимать, что мы в современном мире пока живем, пока есть такие люди, которые доведены до отчаяния этой бедностью, в принципе. Никто не может чувствовать себя в безопасности, потому что, в принципе, это вот, ну, кормовая база там для любого вербовщика, там террористов, не террористов, не важно. Я считаю, что эту ситуацию нужно менять, вот. И, ну, мы начинаем с России просто потому, что мы здесь, вот, но, в принципе, мы бы хотели после этого двигаться в максимально бедные страны и делать это там, вот. Но это действительно отдаленный такой план, потому что, ну, у нас, мягко скажем, с ресурсами сейчас не очень хорошо и, ну, с эффективностью. А с ними всегда не очень хорошо. Да, я понимаю, так и бывает. То есть, я думаю, это нормальная ситуация, вот, как-нибудь пробьемся. А как, да, как, интересно, вы, как, не знаю, какая-то миссия будет какая-то вот в эти страны не очень благополучные или... Так сейчас миссия физически-то двигаться ведь не надо, мир-то открыт. Или все через сеть, опять же, да, какие-то проекты. Ну, почему, нам нужно же некоторое очное присутствие для того, чтобы вот допучить. Ну, как видите, мы же, Россия тоже достаточно большая страна, ее мы пытаемся охватить вот таким вот образом, действовать через учителей информатики, вот. Ну, я думаю, что школы-то там так или иначе, ну, везде практически есть, вот. И, соответственно, решать нужно тоже каким-то способом использовать те ресурсы, которые есть вот в этой стране на данный момент, вот. Ну, это действительно такой отдаленный план, а отдаленные планы их не продумывают. Там есть просто некоторое базовое понимание того, что нужно сделать. Ну, это некая цель, да? Да, да. Это некая цель. А как, это уже детали, потому что какой смысл сейчас про это думать, если у нас сейчас куча гораздо более актуальных проблем. — Алексей, две минуты у нас буквально остается. Предполагаю, вопрос, который родился сейчас, возможно, у некоторых слушателей. А может, вот я не тем сейчас занимаюсь, да, и мне уже там 40-45-50 лет, а пойду-ка я к вам попробую научиться в программировании. С такими работаете людьми? — Конечно, работаем. В принципе, у нас школа, основной источник дохода, единственный источник дохода сейчас, он построен как раз от взрослых людей, которые хотят переучить. — Это платная штука, да? — Это платная штука, да? — Да, и летний лагерь, и текущие онлайн-курсы, в принципе. — А вообще вот участие в этом лагере дорого ли, условно говоря? — Ну, у нас было порядка 12 тысяч за неделю с питанием и проживанием. — То есть 12 тысяч — это как раз всё включено, да? — Да. — Полностью. — И онлайн-курсы от 50 тысяч рублей за прохождение, соответственно, в зависимости от начального уровня подготовки. — Ну, в принципе, это подъёмная вполне сумма, да. — А что скажем тем людям, которые вот сейчас как раз задумались над этим? — Ну, я переучусь, буду сидеть на месте, буду деньги стричь, всё это достаточно легко. Так это или не так? — Нет, это нелегко. То есть, смотрите, у нас есть определённая статистика, ну, по-честному стоит про неё сказать, из людей, которые приехали в летний лагерь. Вот. Ну, мы же как бы с ними после этого общаемся, и мы понимаем, сколько из них на самом деле становится разработчиками, или сейчас на этом пути, то есть про которых есть полная уверенность, что они состоялись. Вот. И эта цифра, она составляет 15% от... — От общего числа участников, да? — Да. — Каждый, каждый шестой, каждый седьмой примерно. — Каждый седьмой, да. — Да, ну, то есть мы понимаем, что это проблема, и работаем над её улучшением. Ну, то есть мы понимаем там слабые места в курсе, которые оказались слишком сложные, от которых люди отскочили, но тем не менее мы сейчас, к сожалению, понимаем, что это, ну, так скажем, не каждый человек может потянуть. — Не, ну, там же, возможно, и такая проблема, что человек может и может потянуть, но ему надо встретить своего работодателя, выйти на этот рынок, чтобы его нашли. — Это меньшее из проблем. То есть сейчас человек с квалификацией, у него нет проблем в поиском работы, в принципе. Есть проблема у работодателя, как найти разработчик, то есть там рынок, он голодный, вот. Примерно так. — В любой момент тебя могут съесть. — Примерно так. — И нужно быть готовым к этому, и быть действительно профессионалом. Ну что ж, интересную сегодня тему осветили. Безусловно, вот наконец-то новости у нас из поселка программистов появились, да, теперь будем ходить переваривать, да, Николай, обрабатывать. — А может быть и появимся там летом. — Да, и надеемся, что будем полезны многим нашим слушателям, как раз в том смысле, что вы сегодня озвучили, наши гости, эту информацию. Да, Артем, да. — Если хотите попробовать, просто заходите на наш сайт coderfactory.ru и попробуйте пройти первый модуль, он бесплатный. — Хорошо, спасибо большое нашим гостям, Алексей Конышев, основатель поселка программистов в Кировской области, в Слободском районе он находится. Еще раз напоминаю, я Артем Зырянов, член команды «Пабрика программистов». Далее у нас новости, тематические программы и новая тема через 20 минут. — Спасибо.